Музыка Благодаря системному осмотру удается выявить самые различные заболевания. О преимуществах чек-апа поговорим с заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Дмитрием Прокопьевым. Здравствуйте! Вы смотрите «Формулу здоровья». Меня зовут Карина Яряшева. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич! Здравствуйте! Расскажите, что же такое диспансеризация и отличается ли она чем-то от профосмотра? Конечно, отличается. Но прежде всего нужно сказать, что диспансеризация – это не что-то новое. И наши мамы, и даже бабушки давно-давно знакомы с этим комплексным осмотром здоровья. Важно для наших телезрителей отметить, что диспансеризация не ставит перед собой целью выявить какое-то заболевание. Нам гораздо важнее заподозрить, в том числе факторы развития тех или иных заболеваний, для того, чтобы их скорректировать. Вы задали вопрос, отличается ли от профосмотра? Да, отличается. Дело в том, что профосмотр – это лишь один из этапов диспансеризации. И профосмотр проходят лица от 18 до 39 лет, если их возраст не делится на 3. В этом случае, если делится на 3, они проходят диспансеризацию. А также лица старше 40 лет также ежегодно проходят диспансеризацию. А вот во всех других случаях мы проходим профосмотр. Диспансеризация – это профосмотр плюс онкоскрининг. То есть можно сказать, что вы сказали, что диспансеризация, и один из его этапов – это профосмотр. А какие еще этапы, получается, есть у нас входит в диспансеризацию? Диспансеризация – это профосмотр и онкологический скрининг. Если на первом этапе доктор по результатам диагностики и исследований заподозрил или посчитал необходимым провести какое-то углубленное консультирование у другого специалиста, то такой пациент переводится на второй этап диспансеризации. Все просто, у диспансеризации два этапа. Вы сказали, что это в том числе онкологические выявления. Я знаю, что есть цитология у женщин, у мужчин. Вы, наверное, были на диспансеризации. Да, я была на диспансеризации. Все верно. И в диспансеризацию, в профосмотр у женщин входит осмотр у фельдшера, акушерки или акушерогинеколога. Фельдшер в обязательном порядке осматривает слизистые и видимые кожные оболочки на предмет ранней диагностики онкологических заболеваний. И, конечно же, берет цитологию, потому что мы давно знаем, что рак шейки матки можно предотвратить. И есть определенные предикторы или показатели, которым мы можем заподозрить это заболевание. А чем раньше мы заподозрим, тем успешнее вылечим это заболевание. Это мы сейчас касаемся женщин. А у мужчин? У мужчин тоже есть онкологический скрининг. Он в более старшем возрасте входит в программу диспансеризации. Например, мужчины после 45 лет раз в 5 лет сдают так называемый простатспецифический антиген. Это кровь, которую берут из вены. Соответственно, мы определяем этот показатель, который в случае его повышения доктор направляет на осмотр к хирургу или урологу. И все это комплекс, который предотвращает развитие рака предстательной железы. Ну и много других не очень интересных, к сожалению, для мужчин вещей. Также мы смотрим и у мужчин и женщин. В старшем возрасте смотрится скрытая кровь в кале. Это маркеры рака прямой кишки и желудочно-кишечного тракта. К сожалению, имеет место быть. К счастью, мы находим эти заболевания на ранней стадии. Какие стандарты диспансеризации существуют? Московская область одна из передовых областей. И в том числе в Московской области существует стандарт проведения диспансеризации. И прежде всего он заключается в комфортности и скорости проведения. Наверное, наши телезрители, я очень хотел бы думать, что уже знают, что у нас существует блок диспансеризации. Это отдельно стоящее здание. В Одинцовскому городскому округу повезло. Их таких комплексов немного на территории Московской области. Это комфорт. Ну а время – это два часа, за которые мы проведем все диагностические исследования в этом блоке диспансеризации. Поэтому приглашаем. Есть такой миф, что диспансеризацию обычно проходят от какой-то работы, там направляют обычно сотрудники, все вместе ее проходят. И что, в принципе, если с работы вас не направили, то можно и не проходить. Вот как этот миф развеете? Сказать людям, что это важно, независимо от того, направили вас работодатели или нет? Спасибо вам огромное за вопрос. Потому что это действительно формирует так называемую медицинскую грамотность. Дело в том, что когда вас работодатель направляет на медицинский осмотр, то целью такого осмотра является выявление противопоказаний к определенному ряду профессий. И никакого отношения к диспансеризации профилактическим осмотром он не имеет. Поэтому здорово, если работодатель заботится о вас или о своих сотрудниках, и вы уже проходили какие-то медицинские обследования. Но это не исключает ни вашей возможности, ни нашего приглашения пациентов на диспансеризацию определенных групп взрослого населения и профилактический медицинский осмотр. Набор разный. Можно сказать, что когда это профессиональная диспансеризация от работы, то там, возможно, даже не все анализы вы будете сдавать, и не всех врачей проходить. Или набор одинаковый? Нет, наоборот. Если, например, сотрудник работает на высоте, то его в обязательном случае посмотрит лор, его посмотрит невролог. Да, если с пищей какая-то. Здорово, да, все правильно, верно. Диспансеризация, еще раз, не ставит перед собой задачи не допустить или допустить вас к работе. Нам важно выявить факторы риска, управляемые факторы риска, компенсируя которые мы не допустим развития болезни у вас и у наших пациентов. У нас тоже такое иногда во время профессиональной деятельности разговариваем очень часто с врачами, с фельдшерами, и замечаем такую тенденцию, что они признаются, что вот эта первичная работа этих врачей на диспансеризациях, на профосмотрах помогает в будущем сократить в том числе нагрузку на них, потому что там люди выявляют на раннем этапе, сразу обращаются к врачам, это не экстренно получается, ну то есть мы как бы уменьшаем риск развития дальнейших заболеваний. Вот можете рассказать людям, почему это важно, да, такое взаимодействие, почему они должны на это обращать внимание? Все верно. Ну приведу один простой пример. Перед вами сейчас пациент, у которого есть гипертоническая болезнь. И узнал я об этом, ровно проходя диспансеризацию. Никаких симптомов у меня не было, но уже три года я принимаю специальную антигипертонизивную терапию, без которой у меня повышен риск развития сердечно-сосудистых катастроф, это инфарктов и инсультов. Именно в этом задача диспансеризации. Ведь очень много заболеваний, которые никак не проявляют себя, ведут очень спокойно, латентно и тихо, но есть у нас такая фраза, гипертония не постучит. Поэтому, несмотря на то, что у вас ничего не болит, заботиться о себе и своих близких нужно как минимум один раз в год. Поэтому приглашаем всех на диспансеризацию. Все знают, что это можно пройти по ОМС, но есть же еще приятные бонусы. Помимо того, что вы о своем здоровье следите, вы еще получаете, допустим, как я знаю, выходной. Вы тоже расскажите, чтобы людей привлечь наконец. Все правильно. С 2019 года в Трудовом кодексе появилась поправка, и человек, работник, который посещает медицинский персонал с целью заботы о своем здоровье, получает один день с сохранением среднего заработка, ну, скажем так, без содержания или свободный день. Более того, второй строкой написано, что если это сотрудники пенсионного или предпенсионного возраста, то такие сотрудники получают два дня с сохранением среднего заработка. Но нужно помнить, что в этом случае у работника есть обязанности. Он должен подтвердить факт прохождения диспансеризации. Все очень просто. После прохождения диспансеризации к вам на портал госуслуги, в кабинет «Мое здоровье» обязательно придет подтверждение, справка или заключение доктора, которое вы можете предоставить сотрудникам. Я вот сама проходила диспансеризацию, и после того, как я ее прошла, мне предложили два варианта. Вот как раз-таки прийти к терапевту и получить свои результаты, либо же мне позвонили бы и рассказали о результатах. Вот это общее, я так правильно понимаю, да? И туда приходят анализы флюорографии. Какие еще? Ну, давайте тогда скажем для наших телезрителей, для вас повторим, что входит в первый этап диспансеризации, собственно, и профосмотра тоже. Это обязательное заполнение анкеты или анкетирование. Анкета большая и подробная. Ее задача – выявить факторы риска. Вы сами очень подробно и честно заполняете. Вторым делом мы, конечно же, проводим антропометрию. То есть измеряем рост, вес, объем талии, рассчитываем индекс массы тела. Боремся с ожирением. К сожалению, это бич 21 века. И население России тоже, к сожалению, набирает вес. Я думала, бич сердечно-сосудистый, нет? Да, а вот уже ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета в том числе. После этого вам обязательно измерят давление. Если по возрасту и полу вы подходите, то вы пройдете кабинет акушерогинеколога. В любом случае, вам предложат сделать флюорографию, если в течение года вы не проходили ее или альтернативные методы исследования, например, КТ или рентген грудной клетки. Мы измерим внутриглазное давление. Если вы впервые посещаете блог, вам измеряют электрокардиографию, то есть сделают ЭКГ-мониторинг на предмет заболевания сердца. Ну и обязательно с вами побеседуют. И да, самое главное, возьмут анализы. Первый анализ, который помогает нам заподозрить сахарный диабет, это глюкоза крови. И второй анализ, который является косвенным маркером заболеваний сердечно-сосудистой системы, это холестерин. Поэтому глюкоза и холестерин – это для молодых самое основное, что будут делать с вами в блоке диспансеризации. Да, у нас действительно есть вариант, и вы можете прийти к доктору, задать вопросы, и более того, мы пригласим вас к доктору, если вдруг по результатам анализов мы выявим какие-то отклонения. Но в стандарт Московской области проведения диспансеризации входит телемедицинская консультация. Если у вас все хорошо, если нет значительных отклонений, то доктор позвонит вам и проконсультирует по телемедицинской консультации. Поэтому, пожалуйста, проверяйте и оставляйте свои номера телефонов корректными, для того чтобы мы передали вам информацию быстро и точно. А как дозвониться, если хочешь записаться на диспансеризацию? Еще проще. Вы можете не звонить и не записываться, и прийти в блок диспансеризации, который находится на улице Маршала Бирюзова. Прекрасный, красивый, работает с 8 утра до 8 вечера, и в субботу с 9 до часу дня. Полный набор специалистов в одном месте, все можно сделать, в 2 часа уложиться, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, и счастливым, здоровым ждать звонка от наших специалистов. Если вы цените свое время и хотите прийти точно в срок, то вам могут помочь специалисты единого колл-центра Московской области по номеру 122, или же вы можете записаться самостоятельно через портал госуслуг. И вот последний такой общий вопрос. В рамках информирования о диспансеризации, о ее важности, вот что бы вы нашим телезрителям сказали, и что они могут еще успеть посетить наш замечательный центр? Наверное, я бы, обращаясь к телезрителям, попросил их позаботиться о здоровье ближнего, привести в блок диспансеризации друга, может быть, детей, а может быть, своих родителей. Ну, так вышло, что мы психологически привержены заботиться о ком-то. Поэтому давайте заботиться о близком, и главное помнить, что врача нужно посещать не только когда болит. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Пожалуйста. Будьте здоровы, спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До встречи на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok